Всем привет! Сегодня у меня видео об одном растении, которое встречается довольно часто у нас в лесах, в заброшенных парках. Растет в умеренном климате. Это растение бутень ароматный. Оно очень похоже на сныть. И сейчас я вам это покажу. Весной их очень легко перепутать, когда все растения маленькие и только появляются. Вот, посмотрите, вот это у нас сныть. Я думаю, ее уже большинство из вас знает. А рядышком, вот это вот рядом, это у нас уже бутень ароматный. Если так вот глянуть, особенно когда они растут вместе, то они похожи. У бутня ароматного, во-первых, листья такие вот более удлиненные, похожие чем-то на перышки. И они пушистенькие, такие шершавенькие. Вот, если присмотреться, видите, волосинки. Но иногда листья бывают и без волосков. А вот стебли, стебли всегда покрыты такими вот густыми волосками, даже слегка колюченькими. И поэтому вы не перепутаете. И в основном вот такими вот троечками листочки идут. Хотя очень похожи на листья сныти. Вот, если посмотреть, вот это вот у нас тоже сныть. А вот рядом уже бутень. Сныть у нее идет всегда вот такая вот ложбинка в черешке. У бутня же, посмотрите, ложбинка еле заметна. Она не такая выраженная, как у сныти. Ну и плюс, посмотрите, какой мохнатый стебелечек. Хотя внешне, вот по листве, довольно-таки похожи. Особенно, когда они только вылазят из-под земли. И вот я вам покажу большой уже куст бутня. Вообще, это довольно крупное растение. Бутень ароматный, которое вырастает до метра. И вот молодые побеги. Посмотрите, насколько они похожи на листья молодой сныти. Если вы перепутаете, ничего страшного. Бутень ароматный, это тоже съедобное растение. Пишут, что у него запах аниса, укропа. Не знаю, для меня это запах не аниса, а укропа. Но очень-очень приятный. В пищу идут молодые листья, стебли, в салаты. Но если будете добавлять в супы, например, то тогда в конце готовки добавляйте. Потому что вот эти эфирные масла, которые содержатся, они быстро улетучиваются при термообработке. А еще чем старше листья, тем меньше в них аромата. Что еще мне очень нравится у этого растения, это вот эти стволы. Они хоть и мохнатые, но сейчас вырву. Посмотрите, это очень сочный. И вот его нужно почистить, как я показывала, купырь, например. Но одной рукой неудобно. Сейчас я почищу и покажу вам. Чистится он довольно легко. Очень сочный. Такой даже слегка сладковатый. Ну, очень вкусный, мне нравится. И вот если у листьев присутствует слабая горчинка, которая пропадает при термообработке, то вот стебли абсолютно без горечи. Их можно в салаты добавлять, а можно вот просто так похрустеть. Очень вкусные. Солнце отсвечивает, как бы вам так показать, чтобы вы точно не перепутали это растение. Бутень ароматный. Улучшает пищеварение, обмен веществ, как легкое такое мочегонное. Богат витаминами. Поэтому можете смело добавлять в свои салаты. Еще очень за счет вот этого эфирного масла очень вкусный получается такой с кислинкой квас из Бутня. И вот сегодня, наверное, мы с вами приготовим и салат, и квас. Для салата буду использовать вот такие вот молодые побеги. Где-то с середины августа у него начинают созревать семена. Цветет такими большими зонтиками. Ну, в общем-то, и относится к зонтичным, как и сныте. И вот эти вот семена, они у него довольно крупные. Их собирают, высушивают, и потом перемалывают и используют в качестве специи. Можно также в выпечку добавлять. Вот это вот, кстати, цветет сныть. Вот, посмотрите. Молодые листья у Бутня очень ароматные, очень вот выраженный вкус. Поэтому, например, как просто салат из сныти не приготовите. Слишком он будет насыщенный. Поэтому вот Бутень в небольших количествах добавляйте в салаты. И в отличие от сныти, Бутень растет такими вот большими раскидистыми кустами. То есть тут вы точно не перепутаете. Вот самое главное, это мохнатые стебли. Шершавые такие, мохнатые, особенно вот с внутренней стороны листья. И большой раскидистый куст. Как видите, я собрала и стебли, потому что они очень вкусные листья. Молодые такие, более-менее молодые относительно. Ну, а теперь давайте отправимся на кухню и приготовим несколько блюд из нашего Бутня ароматного. Прежде чем готовить всю зелень, всегда нужно хорошенечко помыть и просушить. Первое, что рекомендую вам приготовить из Бутня, это квас. Подробно о травяных квасах есть у меня отдельное видео. Вкратце покажу. Тут у меня хорошая столовая ложка меда. Немножко так я примяла Бутень, где-то на одну треть банки. И заливаю питьевой водой. Квас получается такой вот кисленький, ароматный. Хорошо перемешать с медом, либо сахаром. И ставить на солнце, на подоконник, дня на 2-3. Смотрите по температуре. И раз в день перемешивать, иначе листья всплывают и может появиться плесень. Самые молодые листочки хорошо подходят для салата. Но, как я уже говорила, Бутень ароматный, это не основной ингредиент должен быть. Я сегодня готовлю простой капустный салат с Бутнем. Как я уже сказала, салат самый простой. Если капусту натереть на крупной терке, то она получается очень-очень сочная. Итак, капуста белокочанная, Бутень ароматный. Сюда же мелко нарезанные стебли подорожника. Я заготавливала листы, у меня остались стебли. И грецкие орехи. Соль по вкусу. И сегодня я заправляю сметаной. Тут у меня, кстати, букетик из клевера и лапчатки гусина. Это тоже все можно добавить в наш салат. Салат очень сочный, а благодаря Бутню еще и ароматный, такой насыщенный. И как любую зелень, Бутень ароматный можно засушить. Я отрываю по листочку, потому что вот эти вот черешки, они будут очень долго сохнуть. И в принципе нам не нужны. Сушеный Бутень полностью сохраняет свой такой вот пряный аромат. Поэтому можно использовать в качестве специи. Теперь покажу, как готовить стебли Бутня. Это очень вкусно. Вот видите, как хорошо, легко и просто очищаются вот эти вот верхние, верхняя волокнистая кожица. И внутри у нас остается очень мягкая, сочная мякоть. Но это уже немножко староватые стебли. Видите, уже белая трубочка внутри. Сейчас поищем более молодые. Употреблять их можно, либо в салат нарезать. Можно просто так. Это очень вкусно. Если вы любите готовить хумус, то это будет вот такая прекрасная зеленая палочка для хумуса. Ну а я сейчас покажу, как можно с ними сварить суп. Они очень вкусные в супе. Суп очень простой, легкий, на курином бульоне. Пока закипает у меня куриный бульон, подготовлю яйца. С щепоткой соли взбиваю. Вермишель уже сварилась. Теперь вливаю яйцо и перемешиваю. Сюда же стебли. И буквально 2 минутки провариваю. И суп готов. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Я желаю нам всем мира. Мира над головой, в душе, в сердце. Всем пока. До новых встреч в лесу. Субтитры сделал DimaTorzok